здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала с вами михаил сманзарев на сегодняшнее видео прежде всего предназначено для моих учеников и детей в прошлом видео мы изобрели скажем так сконструировали и разработали вот такой вот трактор для вот этого злобного персонажа как я его назвал для того чтобы он стал мирным фермером оказалось намного сложнее это персонаж некий гаргамель из мультсериала смольфики и он является главным злодеем то есть и мои ученики предположили что он будет не мирно пахать землю а использовать значит этот это транспортное средство для того чтобы догонять смольфиков поэтому мы сегодня сделаем несколько тракторов из пенопласта заодно и изучим эту технологию и так мы с вами чертежи уже конструкторские сделали точнее сказать эскизы вот и каждый представляет из первого видео как разработать конструкцию вот такой вот игрушки как это сделать кто не смотрел это видео советую посмотреть но сейчас появится ссылочка на экране или ссылочка будет дана в описании и так вот я сделал шаблончик стола чертежа из первого видео рамы заодно с моторным отсеком сейчас мы начнем делать из пенопласта заготовки для тракторов сделаем из вот такого розоватого и серого вырезания по шаблона происходит при помощи термоструны вот такой у меня станочек сделан когда-нибудь мы поговорим мы тебе побольше сделать температуру блоком питания о нем его конструкции а металлический шаблон дает нам возможность изготовить большое количество копий для того чтобы ускорить процесс изготовления изделий но вот иногда меня спрашивают для чего нужны пенопластовые изделия конечно как игрушки они вот у нас первый готов шаблончик снимаем как игрушки они особого значения не имеют ими будет довольно играть проблематично они довольно слабые но предположим кому-то нужно изготовить какую-то диораму какую-то композицию тогда очень быстро можно сделать много различных изделий пенопласт неплохо но это не совсем пенопласт это пеноплекс но это тоже самое примерно по свойствам которые мы используем при изготовлении изделий то есть он плавится при температуре почему мы можем вырезать термо стороной но вот еще один у нас готов это вот отходы они нам кое для чего могут пригодиться конечно вот эти два шурупчика для того чтобы шаблончик не скользил по самому изделию осматриваем заготовку перед тем как шаблончик закреплять мало ли где-то изъян есть чтобы моего на этом месте не делали изделия можно сделать еще больше температур но тогда будет запах неприятный вообще конечно необходимо особенно при изготовлении длительным иметь хорошую вытяжку но сейчас мне достаточно того чтобы была открыта форточка она у меня прямо над столом надо рабочим вот третий шаблон у нас готов теперь нам необходимо сделать колеса вот здесь у меня есть специальный штырек такой регулируемый и от штанги или циркуля сделана шкала я при помощи его могу делать заготовки для колес то есть я что делаю заглубляюсь насаживаю на штырь и начинаю вращать вокруг этого штыря на этом станке можно делать различные конуса цилиндры и прочие геометрические фигуры фигуры если у нас три трактора значит нам нужно шесть колес передних и шесть задних это мы сделали заготовку на передние колеса вот здесь дело побольше здесь диаметр теперь будем делать колеса задние а вот здесь вот здесь Продолжение следует... Продолжение следует... По одному сантиметру... Четыре колеса на два трактора есть... Давайте ради эксперимента... Два колеса сделаем... По одето... Полтора сантиметра... Помощнее, чтобы были... Шесть колес у нас имеется... Убираем их в сторону, вот сюда... Теперь давайте сделаем колеса... Но тоже сделаем передние... По полтора... Два колеса... Так как у нас есть уже... Задние по полтора сантиметра... И по сантиметру сделаем... Передние... Нам нужно их... Четыре... Штуки... Теперь нам необходимо сделать... Руль... Вот я беру то же самое... Надеваю... На штырёк... И делаю... Диаметр... Руля... Теперь надо... Ну чуть-чуть не ровненько... Это не имеет значения... Дёрнуть... Теперь надо сделать... По толщине... Ну... Сделаем такой... Делаем побольше немножко... Для того, чтобы потом... Разобраться... Какой из них... Поставить... Теперь будем делать... Выхлопную трубу... И фары... Вот я хочу с вами поделиться... Вот таким способом... Вот я... Не до конца... Прорезаю... Для того, чтобы можно было вытащить... Потому что... Если до конца прорежешь... Придётся вытаскивать... Чуть-чуть не дошёл... Вот видите... То есть если я её... Вот так вот обрежу... Вот видите... Это у меня... Вот будет труба... Выхлопная... Здесь я отрежу... Небольшие... Диски... Вот такие вот... Это у меня будут... Фары... Вот четыре штучки есть... Теперь будем... Собирать... Наши три трактора... Даже не знаю... С какого начать... Давайте начнем вот с этого... То есть... У нас сидение... Как вы помните... Было где-то на... Сантиметр... Доходим до... Второго... Кабины... Где-то было на сантиметр... Она у нас меньше... Здесь мастер-нож должен быть... Конечно... Острый... Сейчас я его поменяю... И потом продолжим... Сейчас чуть-чуть... При работе с пенопластом... Необходимо помнить... Что... Он любит очень острый... Инструмент... Иначе он... Начинает его гнуть... Заламываться... И... Плохо режет... Давайте уже один трактор мы с вами соберем... Теперь берем... Колеса... Возьмем самые широкие... Вот здесь... Обратите внимание... Что... У нас уже отверстие... Видите... Так как мы... Работали по центру... Поэтому мы можем... Это колесико... Использовать как шаблон... Для того чтобы... Отверстие наметить... И во втором колесе точно... Это вот у нас есть два колеса... Теперь берем два маленьких... То же самое... Видите... Здесь есть отверстие... Вот... Можно даже... С другой стороны... Если мы тут чуть перекосили... Там у нас точно... Оно по центру... Вот тоже делаем... Вот как шаблончиково... Теперь надо взять... Гвуздики... Небольшие... Вот они у меня имеются... Вот такие... И... Здесь можно намечать... Можно по центру... Я просто знаю... Что он должен быть в пяти миллиметрах... Один есть... Беру второй гвоздик... То же самое... То же самое... Второе колесо стоит... Теперь... Большое... Ну... Понятно... Что... Конечно... Этим... Трактором... Детям маленьким... Играть нельзя... Так вот... Эти гвозди... Они... Травмоопасны... Здесь даже можно... Вот так вот взять... И... Отверстие пробить... Можно конечно... Поставить оси... Этот трактор будет... Вот здесь тоже у нас... Видите... До конца не пошло... Потому что... Гвоздики там... Не очень острые... Вот мы его чуть-чуть... Пробили... Теперь он станет плотно... Можно конечно... Поставить и оси... Но... Мы с вами... Говорим сейчас... О том... Что... Этот трактор... У нас предназначен... Для... Моделирования... И берем опять же... Маленький гвоздик... На гвозди... Могут быть... Любой длины... Но чтобы... Не больше половины... Корпуса трактора... Теперь нам... Необходимо... Приклеить... Эти колеса... Например... Давайте мы... Один гвоздик... Поставим... Большой... Сейчас я его... Откушу... Потому что я старался... Один гвоздик... Делить на два... Здесь нам... Делить уже... Ничего не надо... Вот мы поставили... Один гвоздик... Большой... Он даже... Видите... Может... Крутиться у нас... Так... Теперь нам... Необходимо... Приклеить... Ну... Для того... Чтобы приклеить трубу... Давайте... Опять же... Этой же трубочкой... Которой мы... Сделаем... Вот такой... Вот... Здесь ямочку... Оп... И при помощи... Мастер-ножа... Вытащим... Просто небольшой... На небольшую глубину... Оттуда... Пенопласт... Для того... Чтобы это было... Посадочное гнездо... Для... Вот этого... Глушителя... Так... Теперь нам... Необходимо... Еще... Что сделать... Взять фары... Вот сюда... Приклеить... И приклеить... Руль... Вот сюда... Хочу обратить внимание... Что... У нас есть... Различные клеи... Которыми... Мы можем клеить... Но мы должны понимать... Что... Клей... Пенопласт разъедает... Особенно... Агрессивные клеи... Типа... Момента... Вот у меня... Титан... Значит... Клей... Также он бывает... Я специально написал... Мартин... Класс... И бывает... Просто клей... Для... Пенопласта... Или пенополистирола... Он... Во-первых... Прозрачный... И... Во-вторых... Не разъедает... Пенопласт... То есть мы берем... Вот тут смазываем... И... Наклеиваем... То же самое с другой стороны... Клей высыхает... Он... В общем-то... Совершенно... Прозрачный... Когда высыхает... Оп... Немножко... Из-под камеры... Не видно... Я сделал... Отвертие... Чуть больше... Потому что... Еще одно колесико... Колесико... Можно отшкурить... То есть это уже... Дело... Мастера... Теперь мы должны... Немножко заполнить... Вот это вот... Ямочку... Ямочку... Которую мы сделали... Вот сюда... Тянется клей... Видите... Выровнять его... И остается нам поставить... Руль... Вот на это... Место... Ну вот так вот... Чтобы... Пожирнее было... Вот мы поставили... Вот сюда руль... Клей очень густой... Он сразу держит... И начинает... Высыхать... Так... Но если сейчас... Посмотреть на машину... Мы прекрасно... Точнее на трактор... То мы прекрасно... Понимаем... Но вот это... Видите... Повоточка... Когда мы выходили... Ее можно провернуть... Ничего страшного... Будь вниз... Теперь необходимо... Приклеить... Две фары... Но с фарами... Можно поступить по-другому... Они у нас... Небольшие... Поэтому мы... Опа... Перевернулось... Как говорят... Бутерброд падает массово вниз... Но не будем мы ее... Испытывать... Еще раз... Поставим сразу... Вот сюда ее на место... И пускай она присыхает... Раз у нас она... Падает... Значит мы сделаем... Вот так вот... Здесь намажем... И поставим... Вторую фару... Все... Обжали аккуратно... И поставили... Высыхать... Сейчас я соберу еще два изделия... Запчасти у меня много различных... И потом уже покажу вам... В сборе... Ну вот я подумал... Чтобы дизайн не портить... Наверное мы сейчас... Уберем этот... Глушитель... И поставим тоже сюда... Другого цвета... Как и все остальные... Детали... Это у нас... Будет тогда интересно... Вот так... О! Все... Пускай... Теперь... Сохнет... Уважаемые подписчики... И гости канала... Сегодня мы научились... Инструировать трактор... Из пенопласта... Изготавливать его... Поняли... Как обрабатывается пенопласт... Но хочу обратить внимание... Что все можно вырезать... В общем-то... Не только при помощи станка... Но и ножа... Используя различные шаблоны... И теперь наши... Вот... Как мы видим здесь... На картинке 4 смурфика... Имеют мобильность... И могут... Убегать от своих... Преследователей... В следующем... Ролике... Мы сделаем... Трактор... Из... Христовой... Пластмассы... С применением станка... Для гибких пластмасс... Кому понравилось видео... Ставьте лайки... Кому что... Непонятно... Задавайте вопросы... Давайте свои предложения... С вами был Михаил Смансарев... Спасибо за внимание... До свидания... До свидания... Субтитры немного...